Уценила арендованную иномарку девушка на улице Воровского. Она повернула налево из среднего ряда и не заметила попутную приору. Свою вину дама не признавала, но потом посмотрела вот это видео о том, что камера в салоне автомобиля вещь необходимая в рубрике «Видеорегистратор». Сегодня в ней заметное видео уходящей недели. На улице Воровского в ДТП пострадала четкая приора черного цвета. Девушка-водитель на поло не заметила ладу и решила развернуться. После ДТП свою вину девушка сначала не признавала, а потом появилась эта видеозапись. Как выяснилось, машину дама арендовала, сейчас ей предстоит возместить ущерб владельцу иномарки. На филейке у самолета водитель лады спровоцировал ДТП на перекрестке. Кроссовер «Жук» проскочил налево, а приора уже не успела. На улице Производственной водитель грузовика не рассчитал габариты и притер «Мазду-шестерку». Водитель иномарки не растерялся, он повернул зеркало в нормальное положение, потом вышел поговорить с шофером на «Газель». Кто виноват ДТП на улице Воровского, сейчас выясняют два водителя на «Киа». Шофер на «Соул» перестраивался направо и въехал в попутный «Рио». Впрочем, до этого маневра произошла другая ситуация. «Газелист» опасно проехал по диагонали на мелькомбинатовский проезд и чуть не спровоцировал ДТП. Сейчас в деталях этого инцидента разбираются полицейские. У перекрестка улиц Производственной Московской не соблюдал дистанцию водитель синей легковушки. Он думал, что шофер на черном кроссовере проедет прямо, но тот увидел желтый сигнал и остановился. Ожидания, что можно проскочить, в итоге превратились в ДТП. Вина водителя на синем автомобиле очевидна. На улице Ивана Попова у дома номер 60 произошло небольшое фиаско. Парень выносил два пакета с мусором и один по дороге порвался. В итоге молодой человек сначала что-то сложил в соседнюю урду, потом выбросил другой пакет, затем вернулся, подобрал какую-то вещь и ушел. По словам жильцов, убирать это безобразие в итоге пришлось дворнику. Убирать за собой молодой человек не стал. Весеннее настроение, а может и что-то другое, накрыло пешехода на улице Римма-Яровской. Он слушал музыку и танцевал на проезжей части. На улице Ленина водитель грузовика с прицепом осушил лужу и облил пешехода. На повторе видно, что волна грязи полностью накрыла мужчину. Михаил Вагин. Место происшествия. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА